Доктор биологических наук Дорогие слушатели, очень рада всех видеть, но хочу сразу начать с того, что если вы ожидаете от меня пугалок на тему коронавируса, то вы ошиблись, этого не будет. А будет у нас лекция, скорее посвященная общему обзору, что такое вирусы, как они устроены, какие действительно вызывают заболевания, кого поражают и как с ними бороться или не бороться. Давайте посмотрим, как всегда, в классике, немножечко на историю. Для тех, кто взрослый или наш студент, это уже давно все понятно, но все-таки я хочу сказать, что история открытия вирусов, она началась не так давно. И вы наверняка помните, может быть, даже из школьных учебников о Дмитрии Ивановском, который работал в Санкт-Петербурге. И первый провел уникальный опыт с листьями табака, которые были заражены и имели вот такой непрезентабельный желтый вид. Он их растер и профильтровал через свечу Шемберлена, поры которой меньше, чем размеры бактерий. То есть бактерии не проходили. И в этой жидкости он заподозревал наличие инфекционных агентов. Этой жидкостью он обработал здоровые растения, и они заболели. Ивановский, к его чести, сделал правильный выбор. Он сказал, что это живое начало, это какие-то живые организмы. Нужно, правда, справедливости ради сказать, что голландский ученый Мартин Беринг то же самое делал, практически в то же время. Но, как всегда бывает в научной конкуренции, Ивановский его обогнал, во-первых, с публикацией, а, во-вторых, Беринг считал, что вирус, обратим внимание уже на это слово, что оно появилось благодаря Берингу, является жидкой материей. То есть он считал, что это раствор каких-либо токсических веществ, которые вызывают некроз табака. Но, хотя он и отставал немножечко от Ивановского, его вклад в развитие начальных этапов вирусологии просто огромный. И, собственно говоря, термин «вирус» принадлежит не Ивановскому, а Берингу. И он означает в переводе с латинского «яд». Нужно сказать, что в России и в Советском Союзе Беринга страшно уважали. И посмотрите, он является у нас иностранным членом-корреспондентом и почетным членом Академии наук Советского Союза. То есть этим признается его вклад в вирусологию. Но еще маленький нюанс. Не Ивановский, не Беринг не видели вирусов. Только спустя больше 40 лет, когда появился электронный микроскоп, мы начали понимать, что это за организм и как он выглядит. Если вы откроете примитивный интернет и наберете вирусы, вам покажутся вот такие чудесные картинки, где вирусы классифицируются обычно на объекты, которые они заражают. Вы увидите несчастных детей, к примеру, оспы, растения, у которых тоже очень много вирусных заболеваний, всякая неправильная курчавость, карликовость и так далее. И заболевания животных, в частности, сам популярное бешенство. Однако обычно забывают, что вирусы поражают практически любые живые объекты. Любые. И вот прекрасная картинка, когда вирус в форме такого шприца поражает бактерию. Это бактериофаги, вирусы бактерий. Есть вирусы определенной группы прокариот, архейные вирусы. Вирусы процесс, например, амебные вирусы. И даже есть, что совершенно, конечно, удивительно, вирусы вирусов, верофаги. То есть, когда мелкие сацилитные вирусы живут вместе с крупными и тоже используют их систему жизни. А теперь, конечно, нас, как людей эгоистического такого направления, плана, всегда интересуем больше всего, интересуем мы сами. И поэтому основной упор в данной лекции, конечно, будет на вирусы, которые поражают человека. Обратим сразу внимание на то, что среди инфекционных заболеваний, к которым относятся и возбужденные вирусами, смерть является в общем масштабе человеческой смертности не таким уж значительным событием. Посмотрите, то есть всего около 2% по сравнению с сердечно-сосудистыми и онкологией это очень мало. И, конечно, это прекрасно, это очень хорошо. Но, тем не менее, регулярные вспышки вирусных и бактериальных заболеваний внушают опасения человечеству, потому что нельзя никогда думать, что эти инфекционные агенты побеждены, и больше мы их никогда не увидим, и таких болезней не будет. Будет все. Вот краткий план настоящей лекции. Это было вступление. И здесь мы рассмотрим, собственно, вирусы. Ну, как же без этого, да? Вы понимаете, коронавирусы должны быть рассмотрены, раз такая шумиха вокруг них поднялась. А также обратим внимание на вакцины, то есть противодействие вирусам, вирусные антивирусные препараты, вирусы, вызывающие рак. И несколько пунктов будет посвящено положительной роли вирусов. Особенностями вируса считается пограничное существование между живой и неживой природой. И на самом деле, теперь мы точно знаем, что они живые, и тут в пограничном поражении, наверное, даже и говорить не надо, но тем не менее, это везде приводится, и в статьях, и в учебниках, что, в принципе, является основным свойством живого. Это способность поддерживать самого себя и размножаться, точка, два пункта. Обеспечить себя и обеспечить потомство. У вирусов это есть. Действительно, они способны размножаться. У них есть и наследственность, и изменчивость, и приспособляемость. Но они не проявляют во внешней среде свойств живого, а проявляют только, когда попадают в клетки организмов других живых. Они имеют форму кристаллическую по строению, и их охотно очень изучают, кстати, кристаллография. И в самом начале вирусного изучения, Уотсон и Крик, которые открыли двойной спираль ДНК, я думаю, это все знают, они также занимались упаковкой вирусов, и очень много рассчитывали, как они именно устроены, и хотели даже придумать формулы для разных вирусов по их именно кристаллическим структурам. Ну, вирусы не растут, не имеют обмена веществ, и вирусы это не клетки. Ну, я думаю, что это биологам понятно. Специфические черты, которые тоже часто освещаются в стандартных учебниках, они не совсем на самом деле специфические. Очень маленькие размеры есть у некоторых вирусов, а у других вот вирусы, поражающие амек, мимивирусы, они в сравнении такие же, как бактерии. Такие же большие. Простота организации. Ну, хорошо, будем считать, что это просто организованные организмы. И про пограничность я уже сказала. Я бы не хотела считать их пограничными, потому что они живые. Дадим краткое определение вирусам. Не имеют клеточного строения, как мы уже сказали, и состоят из нуклеиновых кислот, окруженных белками. В чем суть отличия вирусов от других организмов? Они содержат либо РНК, либо ДНК. И никогда две эти нуклеиновые кислоты вместе. Вирусы, облигатные внутриклеточные паразиты, то есть они используют чужие метаболические системы для роста и размножения. И еще характеристика, которая действительно очень важна. Они разобщенно репродуцируются. В одних частях клетки зараженной синтезируются их нуклеиновые кислоты, в другом компартменте компоненты, оболочки, капсид. А затем собираются и формируют зрелую вирусную частицу, которая называется вирион. Немножечко, прямо коротко про размеры. Как я уже сказала, есть маленькие. Например, маленький одноцепочечный ДНК-геном обладает цирковирус. Цирковирус поражает попугаев и свиней. У него всего 2000 нуклеотидов. А наиболее крупный вирус натуральной оспы. Он, видите, уже почти выходит на какой размер. И вот тот же самый изомебный мимивирус у него, в сравнении, смотрите, с цирковиридом, у него более миллиона пар оснований. Называются вирусы в отличие от бактерий только одним словом. И есть штаммовое название. Бактерии всегда имеют два слова в названии вида. То есть их номенклатура бинарная, а у вирусов она называется унитарной. Какие формы вирусов мы знаем на сегодняшний день? Самые разнообразные. Есть вирусы в форме палочек. Вирус бешенства напоминает пулю. Кругленькие вирусы, нитчатые вирусы. И вирусы в форме сперматозоидов. При этом все они симметрию имеют определенную, либо спиральную, либо кубическую, а иногда и то, и другое сочетание. При этом тип симметрии обуславливается укладкой поверхностных белков, которые называются капсомеры. И вместе они образуют оболочку вируса капсид от слова латинского ящик. То есть нуклеиновая кислота упакована в ящичек. Сверху бывает еще и оболочка. Вот примеры, которые мы можем легко запомнить. Вирус табачной мозаики, самый первый открытый, замечательный. У него тип симметрии спиральной. У, да что такое? Ряда вирусов кубического типа симметрии, мы можем понять, что капсомерки уложены в такие многогранники. Но если мы будем смотреть микроскоп среднего увеличения, то мы не увидим этих многогранников. И поэтому вирусы выглядят как сферические частички. Вот такого сорта вирусы. Что же касается вирусов, которые поражают бактерии, у них есть и спиральная часть симметричная, и кубическая. И в целом они напоминают, ну кому-то сперматозоид, мне они напоминают шприц. Потому что именно благодаря вот этим выростам они могут пружинить на поверхности бактериальной клетки и туда впрыскивать свою нуклеиновую кислоту. Не нужно думать, что бактериофаги, то есть те вирусы, которые поражают именно бактерии, они вот только такой формы. То есть на самом деле сложные бактериофаги встречаются часто, но в то же время, если мы посмотрим внимательно, то найдем любые формы. То есть и филаментные, и кубические, и с коротким хвостиком, и с длинным, и такие, и сякие. Что подтверждает нам бесконечное многообразие форм вирусов. А теперь перейдем вот к такому главному моменту, который очень важен и является ключевым отличием от строения других любых живых клеток, вирусной клетки, но тем не менее, к нуклеиновой кислоте вируса. В сердцевине у него содержатся нуклеиновые кислоты, причем, как я уже сказала, ДНК, либо РНК. И эта нуклеиновая кислота несет информацию о ограниченном количестве белков, которые супернеобходимы вирусу, а остальные он будет использовать из той клетки, которую заразит. Далее имеется белковая оболочка, которую называют капсид, как я уже сказала, построена из определенных одинаковых субъединиц, которые позволяют вирусу иметь симметрию. И симметрия эта характеризуется как кубической спиральной, там шагом симметрии, размером комсомеров, общей длиной, величиной и так далее. Это уже такая область, которая скорее относится к кристаллографии, чем к биологии. Сверху у ряда вирусов имеется дополнительная оболочка липопротеидная. И обратим внимание, она образуется не самим вирусом, не кодируется его генами. Она берется вирусом из плазматической мембраны хозяйской клетки. То есть вот как глубоко дошел его вирусный паразитизм. И обычно белковая оболочка, то есть капсид, есть у всех, а липопротеидная оболочка у крупных вирусов, в частности у гриппа, у вируса герпеса. Второе подразделение, то есть теперь уже не по хозяевам, а по структуре, оно включает простые вирусы и сложные. Чем они отличаются? Отличаются только практически наличием вот этой липопротеидной оболочки и других поверхностных структур. А нуклеиновая кислота и капсомеры, образующие капсид, они есть у всех. Обычно меня на данном этапе люди спрашивают, а есть вообще бескапсидные вирусы? Вот просто. На самом деле есть. Их называют вируиды, и они состоят исключительно из нуклеиновой кислоты. Но они плохо изучены, и поэтому о них сильно мы не будем говорить. Разнообразие вирусов хорошо представлено на такой схеме, которая может быть немножко упрощенная. Но посмотрите, самое главное подразделение теперь не по типу хозяина, не по структуре, а по содержанию той или иной нуклеиновой кислоты. То есть ДН-ковые вирусы и РН-ковые вирусы. И форма их, конечно, будет тоже учтена. Здесь мы видим указание на тип симметрии капсида. То есть эти будут выглядеть как кругляшки. Кубическая форма и косайдер. Сложная – это спиральная плюс еще что-то. А для и РН-ковых точно так же. И наличие оболочки. Есть-нет, есть-нет. Как примеры, приведены наши хорошо знакомые вирусы. Ну, большое счастье, что не всем они знакомы. В частности, вот вирус оспы. Не хотелось бы с ним знакомиться, естественно. Но аденовирусы, герпес, ну, вирус гриппа. Я думаю, что среди нас нет такого человека, который бы эти вирусы с собой не таскал. На самом деле мы все активные носители вирусов. И вот нижняя картинка тоже такая схематичная. Она дает нам представление о разнообразии. Что-то проще, что-то больше, что-то выглядит как мелкий вообще кристаллик. Ну, вирус гриппа знаменит, поэтому его так тут хорошо нарисовали, на мой взгляд. Более того, мы должны обратить внимание на то, что и ДНК, и РНК в вирусах могут быть совершенно представлены по-разному. Могут находиться в виде двуцепочечной молекулы. Тогда это как у нас, как у высших живых организмов. Могут представлять собой одно нитевую ДНК. И точно так же и рибонуклиновая кислота. Она может состоять из двух нитей, а может из одной. И смотрите, как много здесь знаменитых вирусов. Корь, бешенство, табачная мозаика, полиомиелит. То есть вот это хорошо изученные вирусы, вызывающие многие инфекционные заболевания. ДНК-овые вирусы, ну, тоже нельзя сказать, что они лучше или как-то менее заразны. Но их, так сказать, спектр меньше по сравнению с вирусами, которые содержат одно нитевую РНК. Но и это еще не все. Если вирус содержит ДНК, то нам, ну, как бы даже на уровне самом примитивном, уже давно понятно, что как он должен размножаться. Потому что основная догма молекулярной биологии такова, что от нуклеиновой кислоты ДНК, которая является хранительницей наших генов, должна синтезироваться рибонуклеиновая кислота, которая будет матрицей для синтеза белка на рибосомах, и только потом белок. И действительно, целый ряд вирусов, они так и живут. То есть с ДНК, вирусы, которые содержат ДНК, некоторые, то есть вирус герпеса, папилломы, да, так они размножаются, так они живут. То есть в конце у них синтезируются, но по большому счету все белки их капсида, если так честно сказать. Но что же с РНКовыми вирусами? А вот здесь есть очень интересные нюансы. Та РНК, которую называют позитивной или плюс РНК, с нее может синтезироваться белок. То есть хорошо, мы поняли, вот уже капсомерчики как бы готовы, но вирус-то не размножился. А та РНК, которая называется минус-цепью, она не может сразу стать матрицей для синтеза белка. И поэтому на этой минусовой цепочке сначала синтезируется плюсовая, а потом только белок. Ну и, в принципе, открытие вот таких ферментов, как обратная транскриптаза, которая на матрице минус РНК делает плюс РНК, это огромный переворот в молекулярной биологии, который внес вклад в понимание того, что молекулярная, так сказать, догма синтеза белка и жизни, она неоднозначна, а есть и варианты другие. Некоторые вирусы содержат либо такую цепь, либо такую, а некоторые могут содержать обе, и плюс, и минус. Так устроен, предположим, наш знаменитый вирус иммунодефицита человека, который вызывает СПИД. Посмотрим вкратце совершенно на жизненный цикл вируса. И здесь прежде всего у меня на картинке находится вирус гепатита С, серьезного заболевания, которое поражает печень. У этого вируса в геноме РНК плюс. Что это значит? Будет он сразу с этой РНК синтезироваться белок или нет? Будет. То есть этот РНК может служить также и матрицей для синтеза белка. И смотрите, тут как показано, вот вирусный плюс РНК, вот она в рибосомку заправляется уже, и идет синтез белка. Но чтобы вирус размножился, ему нужно запаковать в свою оболочку, вот это, минус РНК, потому что хранительницей информации будет минус РНК. И когда с нее снова накопится плюс, они объединятся и выйдут из этой клетки в качестве потомства вошедшего сюда вируса. Если у нас вирус, вернее, пусть не у нас, потому что нам совершенно это ни к чему, чтобы он у нас был, вирус иммунодефицита человека, и та, и другая цепь РНК у него есть, и здесь происходит поэтому сразу параллельно два события, то есть и обратная транскрипция, считывание с минус плюс РНК не происходит, а идет синтез ДНК. И эта ДНК, которая является параллельной копией РНК, она может встроиться в нашу хромосому. Именно таким образом вирус иммунодефицита человека долго остается в наших клетках иммунной защиты. Конечно, мы сейчас знаем, что люди, у которых есть синдром иммунодефицита, ВИЧ-положительные люди могут жить очень долго, и с ними проводится большая работа, и есть препараты, которые они должны принимать, но здесь очень важно. Вирус уже встроен, его не выгонишь из нашей ДНК, он там. И поэтому, как только наивные люди думают, что им стало лучше, все прекрасно, хорошо, и прекращают прием препарата, вирус снова начинает размножаться, и все симптомы усугубляются. То есть те люди, у которых диагностирован синдром иммунодефицита, они должны пожизненно принимать препараты, которые будут на самом деле, если правильно сказать, ингибиторами вот этого участка. То есть они будут блокировать фермент, который с РНК делает ДНК. А для других вирусов, когда можно кое-что попить, и заболевание прекратится. Но об этом мы еще немножко позже скажем. Теперь перейдем к более такому легкому разделу, когда мы познакомились с определенными нюансами молекулярной биологии вирусов. Что нужно, чтобы заболеть? Прежде всего, не надо думать, что мы заболеем всегда при каждой встрече с вирусом. Даже патогеном сильно. На самом деле, конечно, нужен патогенный организм. Ну, то есть сам вирус. Дальше мы должны быть восприимчивы к нему. Например, если мы с вами пожуем листья табака с вирусом табачной мозаики, то с ним ничего не случится. Ну, так, да? Да. Далее должно быть обеспечено проникновение вируса в наш организм. И вот здесь мы встречаем очень много спекулятивных вещей, которые нужно оценивать с большой осторожностью. проникновение. Что это значит? Ну, прежде всего, самое страшное и самое надежное для вызывания вирусной инфекции это трансмиссивный путь. То есть, если кровь с вирусным содержимым попадает в кровь, где его нет. Трансмиссивный путь передачи. Почему именно в конце 20 века было много людей, которые заражались ВИЧ-инфекцией, потому что одноразовые шприцы практически не использовались или тогда использовались многократно. Вот из-за этого. Что еще нужно? Нужна, дорогие друзья, инфицирующая доза. Доза – это минимальное количество организма, микроорганизма, вируса, который будет вызывать заболевание, который будет вызывать видимый патогенез. Поэтому, когда нам говорят о страстях, ну, скажем, про современные эпидемии вирусные, то есть, если вы не получите достаточную дозу, то есть, количество вот этих вирусов, то вы не заболеете. Если в радиусе от вас на 50 метров человек чихнул, то есть, не надо умирать от страха, его доза, которую вы вдохнете в этом помещении, будет недостаточно для вызывания заболеваний. И последний важный пункт – это наличие входных ворот инфекции. Что это значит? Что это значит? Входные ворота. То есть, куда попадет вирус? Если у нас рот и нос закрыты, если руки у нас вымыты, то у нас входные ворота закрыты. Если мы ничего не тыкаем себе грязными иглами в вену, то тоже нет там входных ворот инфекции. Это очень важный момент. Поэтому заболевание возникает именно при наличии всех этих условий. Ну и теперь перейдем к самым распространенным вирусным заболеваниям, к которым относится, конечно, грипп, который бывает чаще всего. И мы знаем, что от гриппа массово умирает множество людей. Умирает, между прочим, и сейчас в мире порядка 15 тысяч ежегодно. хотя... Ну нет, нет. Вот сейчас мы с Павлом Варельчим спорим о статистике. Ну ладно, минимальная у меня цифра, он запугать хотел нас. Итак, тем не менее, огромное количество людей умирает именно потому, что наличие входных ворот инфекции огромное, потому что мы дышим, а вирусы передаются, вирусы гриппа воздушно-капельным путем. И отсутствие раньше нормальных гигиенических условий привело вот к этому, что во время эпидемии так называемой испанки умерло почти 3% населения Земли. Но, чтобы не пугать вас, вы просто посмотрите, как выглядели госпитали тогда, как выглядели клиники. то есть сейчас это просто невозможно, то есть сейчас все гораздо лучше в плане обеспечения оказания помощи больным и стерильности всевозможных помещений. Не только рядовой вирус испанки, но и известный тоже, я думаю, что вы это тоже, наверное, уже помните, так называемый свиной грипп, страшные заболевания. Действительно, но смерть от свиного гриппа, то есть это тоже вирус, относящийся к РНКовым, вирус гриппа, по численности населения пораженного была уже не такая большая. Отчего это зависит? Хотя мы можем говорить, что один штамм гриппа более страшный, другой менее страшный, да, есть какие-то биологические особенности, но в то же время очень много зависит от санитарно-гигиенических условий окружающей среды и личностного поведения человека. Кроме того, к несчастью, да, или к счастью, я даже не знаю, есть такие нюансы, которые мы, как люди думающие, обязательно должны учитывать. Это нюансы статистики. Смотри, кто считает. Вот посмотрите, это тоже, если вы зайдете в интернет, на сайт Международной организации здравоохранения, то вы увидите вот такую цифру. А если вы прочитаете статью в журнале ПЛОСМЕДИСИН, там называется цифра на порядок больше. Что это значит? Все ли действительно умерли от этого штамма? Или были люди другие, заболевшие, ослабленные, еще что-то? Поэтому, когда вы читаете страшные цифры, не всегда стоит им непосредственно доверять. Но в журнале авторы говорят, ага, этот подсчет организовала сама организация здравоохранения. ВОЗ организовал, ВОЗ считал, им невыгодно, чтобы было много смертей. А мы вот якобы тут все правда. Все относительно. Я бы не вставала ни на ту, ни на другую сторону. Обратите внимание, как выглядит этот вирус. Какой у него типсиметрита? Кубический. Кубический тип симметрии, а выглядят они как сферы. И естественно, у этого вируса есть оболочка, вы видите, тут торчат шипики такие, благодаря которым он будет прикрепляться легко к нашим клеткам. И вот общая таблица, не так уж она стара, которая показывает нам самые страшные эпидемии гриппа, именно разных штаммов вирусов гриппа. Вот об этом мы уже говорили, это так называемая испанка. Обратите внимание, что это же страшный период, это Первая мировая, это гражданская война, это все такое. Дальше мы можем увидеть тоже очень интересный штамм вируса гриппа, восточный, так сказать, но число погибших менее двух миллионов. гонконгский грипп 33 тысячи. Птичий грипп как таковой азиатский 227 человек всего умерло, но сколько всего было заражено, мало. И свиной грипп ну порядка двух тысяч. От чего это зависит? То есть мы, конечно, можем как бы апеллировать больше к биологии, искать тонкости и нюансы, почему один вирус гриппа убивает много людей, другой мало, но мне лично кажется, это не таким существенным. Не таким существенным. Существенным являются условия окружающей среды, обеспечивающие контакт населения с этим штаммом и наличие широко открытых входных ворот инфекции. Вот так бы я сказала. Ну а теперь наши знаменитости коронавирусы, которые в принципе похожи на вирус гриппа. Это вирусы также содержит РНК, и их много разных видов, и они всегда были известны. То есть здесь нет никакого такого уникального события, что вдруг обнаружился новый вирус, как любят у нас говорить иногда в СМИ. Новый, новый. Да, отчасти он новый, но новый не вирус, как новый коронавирус, а новый штамм. Это значит, штамм это организм, выделенный из определенного источника. Как вы уже знаете, тоже, наверное, это много раз звучало, коронавирус, его название связано со строением, где его шиповидные отростки липидные гликолипидные оболочки хорошо напоминают корону. А кому-то что-то другое может быть напоминают. Но на самом деле, если мы сюда посмотрим на стандартный вирус гриппа, он ничем, так сказать, не хуже. Ну, скорее, корона у него поменьше, потому что выросты не так явно выражены, как у коронавируса. Инфекция этого года, 19-го до и 20-го, то есть китайский коронавирус, это не первый случай появления таких вирусов. Уже был вирус под названием SARS-CoV, это коронавирус, атипичная пневмония в 2002 году, был вирус Мерс на Ближнем Востоке в 2015 году, и вот сейчас ответственные за вспышку пневмонии нового типа вот 19-20 годы. Что говорят, что известно о нем? Во-первых, про заболевание. Заболевание начинается как у РЗ, кончается через воспаление легких смертельным исходом. У кого две трети населения, которые умерли от этого вируса, это пожилые люди с ослабленным иммунитетом. Обратим на это внимание, потом еще раз вернемся. От предыдущих вспышек от SARS умерло 10%, от MERS 35%, это тоже коронавирусы. То есть мы можем условно сказать, что этот более агрессивный по сравнению с SARS. Если мы сейчас посчитаем смертность от нашего COVID, почему ID сюда приклеили, потому что это Infectional Disease с английского, то есть вирус, коронавирус инфекционного заболевания. Его еще называют, и теперь он наверное войдет в учебники как вот этот Уханьский коронавирус, от него пока что умерли около 2% заболевших. Подсчеты, опять же, то есть я не думаю, что в этом есть какая-то принципиальная разница в страхе перед вирусами. Еще раз повторюсь, что возможно не биологические свойства отдельного штамма, а окружающая среда и наличие людей подверженных заболеваний, макроорганизм, который акцептирует вирусы успешно. Вот это играет скорее большую роль. Но на сегодняшний день нам известно, что, например, в вирусе сегодняшнем, в этом Уханьском, обнаружены гены, которые кодируют специальный белок. Этот белок представляет собой крючочек, который прекрасно цепляется к мембранам амбитериальных клеток легких. То есть это его приспособление позволяет ему быть более патогенным по сравнению может быть с другими штаммами. Как идет заражение? Вы уже тоже наверняка слышали и видели страшные картинки, я их не хочу приводить, когда китайское население ест летучих мышей, змей и новорожденных мышат розовеньких так взвешивать, которые шевелятся. В общем, никто не имеет права критиковать никакую национальную культуру и пищевые потребности. Даже если отвлечься, например, мои знакомые врачи работали в Уганде, в Африке, и сначала очень всего боялись, а когда год прошел и они освоились, они шли по улице и покупали, как у нас бабушки в кулечках семечки продавали, так они покупали жареных кузнечиков и говорили потом отличная еда, очень вкусная. Так что тесный контакт и пищевые пристрастия вот что нам опасно, потому что вирус, конечно, который в массовом количестве распространен в этих животных, он может передаться человеку с легкостью, если человек контактит с этими животными. И в частности для мерз контактерами были верблюды, и вы знаете, что население южной страны, то есть верблюд это святое животное, особенно там Северная Африка, если мы возьмем Тунис, Марокко, там без них жить нельзя, это любимцы. А вирус Сарс был распространен среди цвет. Цветы это такие вот симпатичные зверушки, хищники, но хочу сказать, что это тоже не значит, что давайте избегать верблюдов, или там ни в коем случае нельзя трогать цвет. Точно так же, как и про летучих мышей, давайте избегать никогда в жизни. Все зависит от тех пяти пунктов, которые я назвала в самом начале, которые вызывают уже развитие заболевания. А что касается цвет, я хотела даже вам сказать, почему никто меня не спросил, вот что это, а это что? Дело в том, что цветы они любят есть зерна кофе. И самый дорогой в мире кофе называется лювак, и его производят только в некоторых азиатских странах, в частности во Вьетнаме, то есть когда кофейные зерна проходят через кишечник цвет, потом собирают их экскременты, их промывают, сушат, жарят и делают особый кофе, потому что само кофейное зерно не подвергается никаким воздействиям, но приобретает такой пикантный вкус. В общем, этот кофе стоит 1000 долларов за килограмм, я его купила, но не килограмм, а совсем немножко. Мы его попробовали, это действительно очень приятный напиток, совершенно интересный, но все же кофе, ну и вот мы с Павелом Валерьевичем, например, живы-здоровы, никто из нас не заразился вирусом. То есть нужно всегда думать о том, где сохраняется вирус. И, наверное, люди, которые сейчас боятся получать посылки из Алиэкспресс, но они болеют. Не выживет никакой вирус посылки. Все нормально, не нужно лишних страхов. Кроме респираторных заболеваний или иммунодефицита, вирусы могут вызывать ряд типов онкологических заболеваний. При этом есть сведения вот об этих именно вирусах, которые при длительном развитии функционирования в организме человека могут вызвать соответствующие типы рака. Насколько это опасно? На самом деле основа любого онкологического заболевания это воспаление. И вирусы, которые долго живут у нас и которые поставят ну возьмем предположим что герпес среди нас нет никого кто бы был свободен от вируса герпеса у всех он у нас есть и если иммунитет ослаблет то у нас выскочит на губах язвочки а иногда и не на губах а у кого иммунитет страшно снижается то вирус герпеса может поразить слизистую везде в носу во рту на половых органах системный герпес это страшнейшее заболевание то есть но это бывает у тех людей у которых иммунитет плохой поэтому когда мы говорим об онкогенных вирусах я тоже не хочу никого пугать есть люди которые долго носят эти вирусы и никакой онкологии у них не возникает чтобы подтвердить свои слова вы видите я все время вас так к позитиву не бойтесь не бойтесь все хорошо вирус папиллома человек это наши родные бородавки тоже никто не свободен от этого считается что он является онкогенным и может вызвать рак шейки матки что это значит давайте теперь посмотрим на материал из статьи когда Геральт Хаузен стал анализировать ДНК человека который больной с этим самым вирусом папилломы и у которого уже была женщина рак шейки матки он обнаружил вот такую же полосочку вот она среди общей ДНК данной пациентки а эти две полосочки ну это позитивный контроль это негативный контроль и он сказал ага в этих самых клетках где у нее рак оказывается находится ДНК вируса папиллома человека вот что вызвало у нее заболевание а теперь посмотрим более внимательно да вирус заражает клетки эпителии матки да он там размножается становится его много он реплицируется но да что же такое это у меня так прям нехорошо как-то ага куда нажать ой кто мне поможет на на ой спасибо дорогой спасибо не одни а сейчас я уже туда пошла тут просто так рядом эти кнопочки мне ноготь мешают красивые итак 90% людей это выздоравливает то есть не развивается у них никакого рака и только через 10-30 лет в менее чем одном проценте случаев развивается рак вот мой вопрос например такой а с чего вы взяли это что именно вирус то есть в науке все неоднозначно и не надо никогда думать что непосредственная связь вот эта она всегда будет работать мы видим уже что 90% людей выздоравливает от этого какие же тут такие страхи то нам нагонять и у нас есть замечательные достижения в противодействии всем вирусам что это это прежде всего вакцины вакцины представляют собой некоторые типы различные препаратов которые так или иначе сделаны на основе вирусов смотрите первые вакцины были сделаны на основе живых но ослабленных штаммов вирусов и хотя вирус оспы никто никто не видел тогда это было извините меня 18 начало 19 века но вы знаете эту легендарную историю когда Дженнер заметив что коровницы доярки которые доили коров заболевших коровой оспой сами человеческой оспой страшной заболеваемой не болели и он сделал препарат из этих пустул от коровы привил их мальчику по фамилии Филдс а затем заразил его настоящей оспой мальчик не заболел легкой форме перенес не знаю что бы было с наукой если бы этот мальчик умер но тут все обошлось очень удачно то есть вирус коровьей оспы вызвал в организме образование антител которые потом справились с настоящей оспой конечно более эффективными более правильными может быть являются все-таки убитые бактерии или вирусы их убивают обычно формалином ну как стандартный метод и здесь у нас первым прославился известный американец Джонас Солк он происходит из семьи польских евреев которые эмигрировали в штаты и он был конечно фанатичным совершенно ученым он вирусы гриппа наращивал в клеточной культуре много премного затем убивал формалином чистил и произвел первую вакцину от гриппа какой штамм тогда был я не могу вам сказать да и эту уже вакцину Солковскую против гриппа ее применяли в американской армии во время второй мировой войны которая была очень эффективна после этой гриппозной вакцины Солк увлекся полиомиелитом потому что заболеваемость полиомиелитом была огромная во всем мире и он точно так же те же самые практически манипуляции произвел и вот здесь он сфотографирован с бутылками клеточных культур которые растет вирус полиомиелита который он точно так же почистил убил и после введения этой Солковской вакцины с убитым вирусом полиомиелита ее разрешили ну во-первых он ее испытал на себе на своей внучке и на трех своих детях все хорошо было никто из них не болел приобрел иммунитет и после этого американское правительство стало выпускать эту вакцину и в период с 56 года когда 1956 год через пять лет к 62 заболеваемость в штатах вирусом полиомиелита у детей снизилась на 86 процентов ну что тут скажешь молодец просто молодец но правда на Беля ему не дали премию Ласкера только дали аналог по-американски и так есть еще вакцины на основе ослабленных токсинов но они к вирусам не годятся потому что у вирусов токсины вирусы не продуцируют и теперь современная молекулярная биология делает генно-инженерные молекулярные вакцины которые представляют из себя либо кусочки вирусов либо расщепленные вирусы либо аналоги вирусным соединением либо скомбинированные и так и так то есть вакцин на самом деле много но остается по идее совершенно один главный момент то есть к нам должно прийти что-то от вируса чтобы мы не заболели антитена чтобы выработались вот и все что касается препаратов лекарств даже против коронавируса там министерство наше здравоохранение опубликовало на сайте список лекарств которые действуют на самом деле дорогие друзья не знаю стоит ли это громко озвучивать против вируса лекарств нет нет почему потому что вирусы встроены в наш геном ряд из них или хотя бы потому что их ДНК и РНК точно такие же из таких же последовательных нуклеотидов как и наши но успехи все-таки есть то есть опять же я вывожу всех на позитив посмотрите если раньше мы наверное слышали и многие вот может быть кто дома там сообщался с более старшими людьми знают что Ремонтодин Ремонтодин типа вот гриппом заболел давайте Ремонтодин но я его тоже кстати как-то надеялась ну посмотрите проверка ВОЗ показала что 100% современных штаммов вируса гриппа к его действию устойчивы и больше Ремонтодин не рекомендуют и пить его не надо это лишняя токсическая нагрузка на организм то есть он не действует более эффективным является Рибавирин это синтетический нуклеозит то есть тот кусочек который может встроиться в вирусную ДНК и ее заблокировать но он также и в нашу может встроиться правильно наш это ничем не отличается поэтому он является тератогеном то есть повреждает половые клетки когда его пьют нельзя мечтать о детях но кроме того он разрушает еще эритроциты получается анемия то есть в данном случае нужно выбирать или немножечко пожить с вирусом или уж знать о рисках ну вот мне ацикловир например нравится ацикловир хороший препарат он легкий более легкий и хорошо себя зарекомендовал против предположим всяких герпесных инфекций когда они не серьезные это связано тоже с тем что в данном случае мы его не потребляем внутрь ацикловира обычно мажем поверхностно и что касается серьезного препарата для лечения спида это азида тимидин он тоже является аналогом нуклеотидов наших но он может встроиться в геном вируса и заингибировать обратную транскриптазу ту самую которую у нас нет то есть тот фермент который на матрице РНК делает ДНК вот такие вирусные препараты прямого действия плюс вакцины ну вакцины нужно до току да как вы заболели эти препараты они все равно прямого действия но не такие действенные как бы нам хотелось и даже вот этот азида тимидин я уже сказала больные должны принимать всю жизнь ну и есть его аналоги более облегченные чтобы стимулировать иммунитет еще часто говорят давайте будем принимать иммуностимуляторы и среди иммуностимуляторов тоже есть многие и многие я подхожу к концу да если кто-то разного действия но опять же эффективность их низкая и иммуностимуляторы как лекарственные препараты предположим в ряде зарубежных стран просто не применяются это бесполезно мы должны стимулировать свой иммунитет на самом деле ну естественным путем но если вы заболели конечно не отказывайтесь от лечения которое будет содержать иммуностимуляторы серии интерферонов хотя они тоже не безвредны чтобы стимулировать наш иммунитет не надо делать это как не банально будет показывать этот слайд но это те самые привычки которые ослабляют наш иммунитет и последняя статья вот с этими такими наивными на мой взгляд предположением вернее доказательствами она появилась от немецкой группы в хорошем журнале меня особенно удивило ну ладно стресс там да фастфуд алкоголь холодные ноги меня удивили ну вот вот то есть вот такое про руки нет про ноги и еще один тоже из примитивных слайдов который должен на самом деле и правильно пропагандировать народные средства которые содержат целый ряд флавоноидов циклических веществ стимуляторов иммунитета о которых на самом деле дорогие друзья мы все знаем но просто у нас обычно не доходят руки что я буду каждый день имбиржевать вот еще нам все некогда или например ой ладно что там ягоды я не люблю ягоды вот я мед например не люблю ну и что а на самом деле это то что обеспечивает вход в здоровый образ жизни а здоровый образ жизни это прежде всего здоровый иммунитет а теперь еще хорошее о вирусах до этого было как-то что не страшно но все-таки болезни вирусные гены сыграли огромную роль в эволюции в эволюции и до сих пор современными методами не удавалось обнаружить вот так полный геном вируса в нашей ДНК но ученые старались и когда стараются конечно нашли мы нашли эндогенные ретровирусы составляющие 8 процентов наших генов то есть мы живем вместе с ними не просто они у нас они у нас встроены эти эндогенные последовательности эндогенные ретровирусы сейчас их число 17 и один вирус не в виде фрагмента а в виде полноценного генома что он делает непонятно что-то он вызывал болезнь или нет но понятно совершенно что эволюционно они включались в геном человека и предположим в геномах африканских людей этих следов больше чем в любых других что подтверждает что человек территориально произошел с африканского континента сейчас считается что они помогают иммунитету то есть в определенных условиях они стимулируют иммунные клетки для борьбы с пришедшими вновь вирусами в терапии рака последнее модное направление вот помните я сказала о онкогенных вирусах которые как-то ну только при сильном развитии там проявляются еще что-то а вот онколитические вирусы это специальные вирусы которые могут вызывать противоопухолевый иммунитет и уничтожать клетки опухолей и посмотрите вот в начале уже 21 века зарегистрированы препараты на основе онколитических вирусов в Латвии в Китае в США и у нас это называется виротерапия она еще только развивается мы не можем сказать всегда ли это хорошо если у вас например заподозрили опухоль или диагностировали нужно ли заражаться немедленно вирусом или принимать вот такие препараты они все проходят стадию клинических испытаний и заключение о прекрасных существах исключительно чудесных вирусов которые поражают бактерии поскольку я микробиолог то бактериофагия я считаю великолепным совершенно оружием вот они маленькие сидят на большой бактериальной клетке вот они в форме шпритика или сперматозоида бактериофаги можно использовать в борьбе с бактериальными инфекциями потому что во-первых они специфичны по отношению к бактериям во-вторых они безвредны и выводятся естественным путем совершенно из организма и в-третьих к ним не возникает устойчивость в отличие от антибиотиков и я знаю даже не буду называть фамилию знаю одного рядового хирурга из нашего Татарстана который в клинике в деревенской больнице дезинфицировал хирургическое помещение распылением антистафилококкового бактериофага среди проведенных им конечно мелких простых операций заражений и постоперационных осложнений не было не было и мы вот видим здесь на картиночке тоже я взяла стафилококковый бактериофаг это как раз суспензия вот этих чудесных наших друзей которые будут убивать стафилококи и последний слайд это новости генной инженерии с использованием вирусов для генного инженера вирусы не враги это скальпель иголки ножницы и нитки и благодаря именно вирусам как транспортному средству к нему можно прикрепить нужные для введения в наш организм кусочки ДНК внедрить их и получить целевой белок такой как мы хотели бы и никогда бы мы его не получили если бы у нас не было вирусных векторов то есть вирус проникает в клетку и благодаря этому он работает как паровозик и везет с собой тот ген который мы к нему прицепим ну и даже сенсация которая произошла последнее время из-за что этого китайца несчастного посадили да вы знаете эту историю за то что он с помощью изучения системы защиты бактерий от вируса изобрел и использовал так называемые молекулярные ножницы в геноме зараженных родителей родителей зараженных ВИЧ инфекцией которые хотели иметь детей на уровне эмбрионов он заблокировал разрезал ген рецептора который воспринимает вирус иммунодефицита заменил его и эмбрионы и развивающиеся оттуда детки двойняшки они стали невосприимчивы к ВИЧ и таким образом у больной пары родились две здоровых дочери но поскольку закон запрещает манипуляцию с эмбрионами человека и вот перенос генов и все такое прочее из института его выгнали в тюрьму посадили посадили на три года ну там я думаю ему предоставят лабораторию потому что это вообще это великолепно дорогие друзья то есть вот такие успехи молекулярной биологии и в принципе в биологии нам помогают делать вирусы которые отчасти наши друзья на этом я наверное закончу большое спасибо всем за внимание можно вопросы задавать люди которые отказываются от вакцинации они снижают коллективный иммунитет конечно нет люди которые отказываются от вакцинации это несчастные люди которые верят всяким байкам из интернета это просто ну неудобно наверное меня запишут я бы сказала еще хуже слово то есть это полное дальнейшее безобразие на сегодняшний день вакцины они же не старого поколения когда там ослабленный вирус оспы вам вводят то есть какие проблемы современные вакцины очищенные которые не надо думать западные хорошие наши плохие это не такая страшная вещь и даже если вы ребенку не хотите делать что у него там аллергия ну хорошо подождите примите антигистамин и сделайте маленькую дозу я не говорю о том что например нужно прививаться там все время против гриппа ну во первых вирус гриппа быстро мутирует вакцины устаревают но если вы поехали в круиз в Аргентину и в Бразилию и не сделали прививку от желтой лихорадки то вы просто ослаблены так сказать умственно потому что войдя туда на эту территорию которая является эндемичной для вируса вы его подцепите и потом это может привести к смертельному исходу а уж не говоря о том чтобы сейчас там не прививаться вы думаете что там вирус кори или оспы они куда-то исчезли да нет конечно они есть просто они меньше циркулируют в нашей популяции благодаря вакцинации если вы этого не будете делать рано или поздно ваш ребенок столкнется с этим вирусом и последствия будут ужасные вот такое мое мнение кто-то еще что-то хочет спросить да пожалуйста вы сказали что вопрос существует живая или не живая вирус а как тогда структурно определяется инактивированный вирус ослабленный вирус как у них капсид или еще капсид либо протеидная оболочка страдает то есть возможно что даже повреждается отчасти и ДНК или РНК при кипячении при формалине да белки-то точно портятся а антитела они вырабатываются в основном на поверхностной структуре да то есть сохраняется часть белков структура в целом нарушена то есть антитела вырабатываются а размножаться такой вирус не может но еще вот нужно сказать генетические вакцины да есть то есть сейчас разрабатываются даже такие которые бы именно давали ответ выработку антител на ДНК или РНК вирусов но они еще не применяются да 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 это модно 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 мы сами тоже один грант написали но нам его не дали все клетки оказалось да раньше мы думали ну вот клетка секретирует какие-то вещества там вот например грипп пеницил секретирует антибиотик но когда стали доступны методы высокой микроскопии такой высокоразрешающей оказалось что практически все клетки продуцируют не чисто вот эти вещества выплевывают в окружающую среду а визикулки в маленьких таких мембрано окруженных пузырьках и у нас есть такие даже красивые картинки то есть так поступают и наши клетки и раковые клетки и клетки бактерий и эти визикулки благодаря тому что они окружены липидной мембранкой они поэтому могут также легко как подобное к подобному прилипнуть к другой клетке мембраны сливаются содержимое может попасть внутрь и эти визикулы сейчас во-первых анализируют что там внутри то есть попали туда какие-то ферменты или куски ДНК или что там есть это целая хорошая научная статья а во-вторых конечно ученые сразу решили что это было бы хорошо для доставки каких-то генетических структур для геноинженерии или каких-то лекарств типа запаять его в визикулку заставить от одной клетки передаваться к другим то есть это конечно очень перспективное интересное направление но я не очень пока представляю как практически это можно использовать да ну спрашивайте пожалуйста Николай вот ваш позитив как бы вы прокомментировали один из продуктов вакцинации у нас в России 100% вакцинация против туберкулеза одна в уровне заболеваемости в самой высокой в мире ну да это хорошие вопросы прямо тут можно много чего говорить на самом деле я считаю что вот именно против туберкулеза нет действенных вакцин это раз потому что морфологически полиморфные клеточные стенки покоящиеся формы да резистентные ко всему даже из-за неазитых не берет то есть тут есть наверное несовершенство вакцин но с другой стороны есть и конечно ну наши собственные так скажем быт быт в каком плане ну предположим возьмем учреждение исправительного типа да где сидят преступники или там мелкие преступники колонии то есть у нас там условия такие плохие конечно ну может им и не нужно быть хорошими что туберкулез он же тоже передается да при близком контакте распространяется это не вирусы да кстати туберкулез это бактерии это чтобы не путать людей и когда объявляется амнистия и люди выходят их никто не проверяет если он носитель и если он не кашляет там предельно кровью как описано в книжках при чахотке да он с вами едет в автобусе то есть процесс передачи мне кажется вот именно отсутствие такой грамотной санитарии кордона это играет роль а во-вторых еще очень важно почему его много потому что при латентной форме то есть скрытой форме пока не развелись каверный кашель кровь его никто не выявляет хотя у нас есть у ученых есть прекрасные разработки например института молекулярной биологии в Москве такие называемые микрочипы да которые на которых нужно капнуть капельку крови или капельку мокроты и тут же определиться есть у вас векобактериум туберкулезис или нет но это дорого это нужно специальные приборы и хотя ученые москвичи они хотели даже предоставить вот такие возможности разработки ну в любую колонию так скажем именно объезжали даже эти заведения и говорят возьмите и вы будете знать кто у вас а там тоже говорят у нас нет средств чтобы купить такие дорогие приборы и потом нам после этого нужен в большей мере один специалист который будет анализировать то что считалось с этого чипа то есть здесь ну маленькое такое несовершенство ну или вы не согласны со мной ну условия условиями но иммунитет создается у нас вакцинация туберкулеза как да третий день после рождения то есть до исправительных учреждений человек так потому что вот то есть механизм должны сформироваться есть же иммунитет устойчивый а есть который нужно поддерживать вот солковские вакцины я уж не стала тоже углубляться ее чтобы окончательно развить стойкий иммунитет нужно было делать трижды в течение жизненного периода то есть может быть здесь нам надо во взрослом виде еще разочек привиться от туберкулеза дадим грант да да хорошо пожалуйста вирусные препараты против онкологических заболеваний они имеют клеточную специфичность или они реагируют только на полученные прориферации там делают вот последний слайд не буду снова показывать там делают рекомбинантные вирусы то есть пытаются туда ввести участки которые будут ну кодировать грубо говоря белки к определенным рецепторам определенных опухолевых клеток но это долгая история то есть это но вот те препараты которые я назвала там на самом деле можно подробнее потом остановиться там конечно должна быть специфичность это же вектор уже не сам вирус да это я имею ввиду генетику а если сам вирус как виролитические такие препараты ну это наверное уже все-таки прошлое вирутерапия как таковая хотя ведь ну вот что-то есть но в основном будущее конечно за рекомбинантами то есть за генетическими конструкциями которые будут давать и специфичность и эффект ответила да насколько мне известно в клетках элопиод генетические материалы есть не только в нитре но и в метахондриях ауросиме и фасидах и как вирус определяет в каком ДНК строить свой генетический материал и в какую часть спасибо за интересный вопрос я не думаю чтобы этот вопрос был детально проработан не думаю просто я не встречала даже вот например вирус который специфично встроится в ДНК метахондриальную для нас важнее конечно основная ядерная ДНК и все процессы которые изучаются направлены на то чтобы посмотреть находится ли вирус там и когда может быть это можно сделать в виде научной работы если взять инфицированную клетку дифференцировать ее компоненты метахондриальной ДНК ну и укреатическую нашу например метахондриальная ДНК и ДНК ядерная и посмотреть секвенированием где находится геном этого вируса то есть может и есть такие публикации я не обратила внимания на самом деле а можно посмотреть да встраивались ли вирус метахондриальную ДНК вот вот честный Павел Валерьевич сказал не знаю да я тоже думаю почему бы нет только это не имеет такого зловещего эффекта как репликация вируса в ядре ну так еще есть вопросы а то наша собственная дискуссия всех сейчас уже утомит пожалуйста я хотела спросить может вопрос какой-то ну вот бактериофаги что им мешает убить бактерии симбионтов у нас в организме или они специфичные водятся какой-либо бактерии молодец бактериофаги узкоспецифичны то есть на каждую бактерию свой бактериофаг и иногда например мы раньше даже ну так уж отвлекусь то есть во времена Советского Союза в Грузии да в которой была республика был прекрасный завод биопрепаратов которые производили бактериофаги ко всему то есть они были шикарные грузины специалисты по бактериофагам и тогда это применялось и для дезинфекции помещений и для там лечения больных у которых устойчивость к антибиотикам антибиотики тогда еще не были но такие зловещие сейчас еще хуже и бактериофаги нужно прямо всячески всячески изучать вопрос к залу не к биологам как вы думаете почему индусы которые в священной реке Ганг делают омовение пускают на плотах сжигаемые трупы полощут свои тряпки умываются и пьют почему из священной реки Ганг почему индусы не заболевают и не умирают ведь там тепло это грязные пригрязные вот так скажем условно в наших понятиях река и они вот ничего почему ну во-первых иммунитет с детства ты встречаешь а самый главный момент потому что Ганг это кладезь бактериофагов то есть если бы все бактерии размножились а бактериофагов бы не было то есть такая ну хитрая статистика опять же приблизительно то типа в течение трех дней наша земля покрылась бы слоем бактерий толщиной в один сантиметр поэтому то есть на это никто практически не обращает внимания это замечательные важные живые существа то есть вирусы бактерий я все-таки ваш оптимизм так не разделяю потому что бактериофаги вы же они вы сами говорите выраженные специфичности обладают и фага строго до штаммовые специфичности поэтому они будут действовать например против кишечной палочки там номер 55 а номер 125 действовать не будут ну а разве это плохо это наоборот почему наоборот шикарно 125 может не патогенная а та вирулентная вот и хорошо ну ладно кто-то еще хочет спросить из небиологов которые меня прямо хотят всячески да слушаю вас вы показали жизненный цикл вируса то есть он как бы входит в клетку там размножается выходит ну в общем а почему тогда возникают такие разнообразные патогенные ну реакции у человека то есть они даже совершенно там или сыпь хорошее тоже вопрос ну во первых конечно зависит от того какую клетку паразит вирус то есть если это будет риовирус поразивший кишечный эпителий будет диарея если это коронавирус поразивший эпителий бронхов то будет нетипичная пневмония предварительно если будет носоглотка то ОРЦ как бы да острые респираторные это всегда вирусы а сыпь или например какие-то аллергические реакции они именно аллергического плана то есть когда умирающие эпителиальные клетки выделяют определенные ну так токсины они умирают это вот выходит и организм реагирует уже как на аллергический компонент что касается красно красных пятен и все такое прочее это значит что вирусы повредили мелкие капилляры кровеносной сосудики то есть они рецепты способны типы клеток различать получается что способны типы клеток различать разное это не нет нет определенный тип вируса поражает определенные клетки вирусы все-таки ткани специфичны то есть если мы возьмем там ВИЧ он поражает иммунные клетки если мы возьмем коронавирус он поражает эпителии легких и бронхов если мы возьмем Реовирус они будут поражать кишечные эпители то есть они устроены так что они знают куда своими крючками крепиться закончили спасибо за внимание всем спасибо Субтитры подогнал «Симон»